Михаил Мудрик мог перейти в Мюнхенскую Баварию, Джесси Лингерт уехал в Южную Корею, новый клуб Жерома Буатенга, проблемы у Петра Зелински. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Нападающий Челси Армандо Броя остаток сезона 23-24 проведет в Фулхаме на правах аренды. Изначально Челси был готов продать Брою в январе, надеясь выручить до 50 миллионов фунтов за игрока сборной Албании в это зимнее трансферное окно. Не получив устраивающих предложений, перед трансферным дедлайном Челси смягчил свою позицию и согласился отпустить Брою в аренду, даже без опции или обязательства по выкупу. Броя выбирал между Фулхамом и Вулвархэмптоном, в итоге предпочтя остаться в Лондоне. Выступать за дачников Армандо будет под девятым номером. По информации Sky Sports, за полсезона аренды Броя Фулхам заплатит Челси не более 4 миллионов фунтов. Итальянский футбольный клуб Салернитана объявила о переходе экс-защитника Баварии и сборной Германии Жерома Буатенга. Жером играл в Баварии на протяжении 10 лет. За это время немецкий защитник выиграл с немецким клубом 25 трофеев. Последней командой игрока линии обороны был Лион. Соглашение Буатенга с французским клубом истекло 1 июля прошлого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Мюнхенская Бавария рассматривала вариант с арендой вингера Челси Михаила Мудрика, но решила досрочно забрать из гранаты Брайана Сарагосу. Об этом сообщает известный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн. По информации источника, немецкий клуб искал замену Кингсли Каману, который получил травму, когда обратили внимание на Мудрика. В итоге руководство клуба договорилось с гранатой о том, что зимой в Мюнхен поедет Брайан Сарагоса, о приобретении которого Бавария объявила еще в декабре. Испанец должен был присоединиться к команде Томаса Тухеля только следующим летом. Президент Барселоны Жуан Лапорто высказался о возможном старте Европейской Суперлиге в ближайшие сезоны. Старт Суперлиги? Если это будет не в сезоне 24-25, то в сезоне 25-26. Мне все равно, если англичан не будет на турнире. Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов просто за участие в турнире. Они не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу Чемпионов. Барса, Реал, Интер, Милан, Наполи, Рома, Марсель, три голландские команды, Брюгге и Андерлехт – это уже 12 команд. Приводит слова Лапорто и Мунда Депортива. Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард перейдет в южнокорейский клуб Сеул, сообщает Sky Sports. По их информации, футболист договорился с новой командой о контракте на два года с опцией продления еще на один год. Лингард отправится в Южную Корею в ближайшие дни. Также у англичанина были предложения из Турции и Саудовской Аравии. Однако Лингард сделал выбор в пользу Кореи, так как этот вариант его больше всего заинтриговал. В сезоне 22-23 Сеул занял седьмое место в чемпионате Южной Кореи с 47 очками. По информации Лигазета Делоспорт, Интер согласовал условия контракта Петра Зелински. Однако ближайшие месяцы могут оказаться для него не самыми приятными. Неразбериха вокруг возможного трансфера польского полузащитника продолжается. Контракт Зелински с Наполи рассчитан только до конца июня. И нет никаких признаков того, что он будет продлен. Футболиста уже давно сватают в миланский Интер. Вчера журналисты Лигазета Делоспорт сообщили новую информацию относительно этого направления трансфера. По данным издания, Наполи уже проинформирован Интером о заключении соглашения с Зелински. Условия нового контракта игрока уже окончательно согласованы. Полузащитник подпишет трехлетний контракт с возможностью продления на один год. Его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год. В соглашении также будут включены бонусы. Однако, контракт футболиста с его новым клубом может привести к негативным последствиям. По информации Фабрицио Романо, Наполи уже исключил полузащитника из заявки на плей-офф Лиги Чемпионов. Таким образом, список выступлений поляка в элитном турнире этого сезона сократится до шести матчей группового этапа. 17-летний шведский полузащитник Юр Гордона, с которым вела переговоры Барселона, Лукас Бергваль, переходит в лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, Тоттенхэм заплатит более 10 миллионов Юр Гордону. Барселоне сообщили, что шведский футболист передумал и решил присоединиться к шпорам. Ранее стало известно, что полузащитник посетил тренировочную базу и стадион Тоттенхэма. Бергваль выступает за Юр Гордон с прошлого года. Серж Арье продолжит карьеру в Турции. Защитник английского Nottingham Forest Серж Арье переходит в турецкий Галатасарай, сообщает Фабрицо Романо. По его информации, все стороны достигли соглашения. Позавчера Ивуарийц настоял на своем трансфере после того, как сделка была на грани срыва из-за проблем с договоренностью между клубами. В нынешнем сезоне в составе Nottingham Серж Арье сыграл 13 матчей, в которых сделал две голевые передачи. FIFA удовлетворила апелляцию Леона и дала добро на переход форварда Саида Бенрахма из английского Вестхэма, сообщает Фабрицо Романо. Как сообщается, молотобойцы исправили все несоответствия в системе управления трансферами. В ближайшее время они смогут закрыть трансфер Алжирца. Сам Бенрахман находится уже в Лионе. Мейсон Гринвуд и Хитафи не хотят раздувать скандал из-за слов Джуда Беллингема. Ранее сообщалось, что Беллингем назвал Гринвуда насильником по ходу перенесенного матча 20-го тура между Реалом и Хитафи. Ла Лига обратится к эксперту в чтении по губам, чтобы выяснить, называл ли Хавбек насильником игрока арендованного ОМЮ. Королевская Испанская Футбольная Федерация может наказать футболиста Реала. Ла Лига подтвердила получение жалобы от Хитафи и намерение провести расследование. Реал отказался от комментариев. Позавчера Хитафи передал жалобу инспектору матча. Ла Лига, как она всегда делает в таких случаях, запросила отчет эксперта по чтению по губам. Чтобы расследовать этот вопрос и действовать на основе того, что будет доказано, говорится в заявлении Ла Лиги. В то же время, по данным журналиста за атлетик Гильермо Раи, сам Гринвуд и Хитафи не собираются обострять ситуацию. Их позиция такова. Все, что происходит на поле, остается на поле. Напомню, что в октябре 22-го года Гринвуда арестовали за нарушение условий залога. Он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании. В начале февраля 23-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все обвинения. Экс-консультант Манчестер Сити заявил, что Челси ждут серьезные проблемы с финансовым фэрплей. Они использовали уловки амортизации, но на мой взгляд у них будут проблемы. Они наверняка провалят финансовые фэрплей по итогам текущего сезона. Этого не случится лишь в том случае, если до 30 июня они продадут игроков более чем на 100 миллионов фунтов, что очень маловероятно. После закрытия январского трансферного окна у них будет очень небольшой период для того, чтобы сделать это. Субтитры создавал DimaTorzok